Селфи на краю крыши или железнодорожного моста. Сделать опасную фотографию в недоступном для обычного человека месте, разместить на странице в социальной сети, набрать большое количество лайков и завоевать признание сверстников. Погоня подростков за экстремальными фото и видео набирает обороты в том числе в Рязанской области и все чаще становится причиной для беспокойства, в том числе правоохранительных органов. Видео, на котором запечатлена опасная прогулка подростков по крыше многоэтажного дома появилась на видеохостинге YouTube в субботу, 2 апреля. Молодые люди гуляют по кромке крыши, садятся на ее край, свешивают ноги и снимают все это на видеокамеру. Уже удалось выяснить, что действие происходит в городе Новомичуринске на проспекте Смирнягина на крыше дома номер 23. И хотя герои стараются закрывать лица, идентифицировать их уже удалось. Поисками смельчаков занимались полицейские с ребятами и их родителями. Теперь проведут разъяснительные беседы. В Рязани такие случаи редкости. В основном люди узнают о них из интернета. В прошлом году сеть облетели фотографии подростков, игравших в футбол на крыше. Тогда полицейские установили всех ребят, сообщили их родителям о случившемся и привели с ними профилактические беседы и с детьми, и с родителями. Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео подростков на крыше. Полицейские установят личности любителей куража и обязательно сообщат об этом их родителям. Подростков и родителей также ожидают визит в полицию. Стоит отметить, что в вопросах профилактики этих опасных поступков, помимо педагогов и родителей, участвуют и полицейские. Стражи порядка проводят встречи с ребятами и интересные, ориентированные на молодежь акции, к примеру, безопасные селфи. Эта видеосъемка, к счастью, закончилась без происшествий. Между тем, нередки несчастные случаи, к которым ведет охота за удачным кадром. Еще не забыта история рыбновского выпускника, сорвавшегося с железнодорожного моста. Для подростков важны две вещи. Это так как свобода и еще то, чтобы их признавали. Признавали другие люди, родители в том числе, другие подростки. И когда они собираются на высокие здания, делают какие-то опасные вещи, фотографируются, это дает им такую некую гарантию, что другие люди, подростки в том числе других, друзья оценят их. Скажут, что они действительно молодцы, крутые. И это поднимает их какую-то самооценность, их самооценку. Есть ли на настоящий момент причина повод бить тревогу и возводить в рамках проблемы вот эту тягу к селфи на высоте? Ну, это действительно очень опасная вещь. На одной стороне, если просто залезть на крышу, сфотографироваться, сфотографироваться там при закате, при рассвете, в этом, в общем, нет ничего страшного. Но когда люди забираются на высокие здания, например, висят на каких-то перилах, вот это действительно может быть очень опасно. Вот так как были случаи действительно смертельные, с летальным исходом, когда люди разбивались из-за того, чтобы сделать просто красивый фото. Проблемы открытого доступа к крышам действительно существуют в Рязани. За этим вопросом должны следить управляющие организации. В правилах по эксплуатации жилого фонда четко обозначено, что следить за закрытием подвальных помещений, технических этажей и чердаков должны управляющие компании.